Общая беда. Я говорю, это наша общая беда, что случилось, потому что природа, экология, здоровье людей и все, что из этого исходит, это все, что называемое большим емким словом вообще Родина. И, конечно же, очень хочется и надеюсь, что компания «Алроса» нас поймет, пойдет навстречу, и мы все вместе должны добиться того, чтобы не только исправить положение, но и в будущем, чтобы такие эпизоды у нас не то, что не повторялись, а даже работать на опережение. Уступление даю заместителю генерального директора «Алроса», раньше был вице-президент, сейчас заместитель генерального директора, а Алексею Прокопевичу Ильичковскому. Здесь указаны общие налоговые платежи компании «Алроса» бюджетную систему нашей республики. В целом, по 2018 году компания плачивает бюджеты, республиканские бюджеты, муниципальные бюджеты примерно 80 миллиардов рублей. Что это такое? 80 миллиардов – это примерно годовая заработная плата всех бюджетников нашей республики. Сумма дивидендов, которые выплачиваются ежегодно в районные бюджеты. Если в 2014 году дивиденды для каждого района составляли 108 миллионов рублей, то в 2018 году эта сумма составляет 823 миллиона рублей для каждого района. Различными районами, допустим, в Сунтарском районе бюджет составляет по 2018 году более 4 миллиардов 200 миллионов рублей. Это бюджет Сунтарского района. И так касается всех наших восьми районов, которые находятся в периметре работы «Алмазная компания». Кто виноват, это, я думаю, что в рамках предусмотренных законодательством процедур, и суд, я думаю, что определит. Это действительно очень, ну, мы говорим об аномальном явлении. Главная причина – это увеличение воды, поступление воды по руслу реки Реляхе. Как уже отметил Алексей Прокопьевич, аномальные осадки именно стали причиной произошедших разрушений дамб на участках ведения работы Мирнинского булка. На данном слайде вы видите, как бурный поток воды сметает все на своем пути, еще не доходя до дамб дрожных отлованов в Рейской Реляхе. Никаких химических, ядовитых, токсических веществ технология дрожная отработка не предусматривает. То есть драга использует, что 201-202 данный способ сепарации, «Алмаз» прикрепляется, а песок смывается водой. Когда все это произошло, да, в оперативном порядке наше руководство, они полетели все по, значит, по всем проблемным местам. Компания, значит, выполняет оперативные меры. Сунтарскому ЛУСу были предоставлены 4 автомобиля водовозной техники, которые работали в 2 смены. Сунтарскому ЛУСу было предоставлено 20 тонн, выделено 20 тонн здесь топлива для бесперебойной работы водовозной техники. Они как бы по сей день пользуются этим топливом. Далее были завезены, оперативно закуплены почти 300 килограмм реагентов обеззараживающих веществ. Были закуплены, доставлены фильтры, концентраты и картриджи для работы водочистного сооружения, которое находится в селе Сильдюкар. Детский сад, вот как бы везде в прессе писали, что садик «Колобок», он в плачевном состоянии, и там нет воды. Это совершенно недостоверная информация. Детский садик «Колобок» был полностью обеспечен водой и технической, и питьевой. Также для Сирола Сильдюкар в настоящее время идет закупка водовозной техники. Вопрос решен или не вопрос не решен? Ну, оперативные меры все были выполнены. Мы закупили емкости, мы купили обеззараживающих веществ. Про водовозку мы знаем, да, да. Но это не обеспечение чистой водой. Там же немножко другие мероприятия должны быть. Но это обеспечение чистой водой вы имеете в виду как бы на будущее? Правильно ли, да? Вопрос-то системно надо решать. Я же еще не дошла до этого. Мы не можем, как компания, говорить о том, что мы здесь что-то установим. Это все должно определяться в совокупности с Министерством жилищно-коммунального хозяйства. Со финансированием, либо финансированием, я не могу сейчас говорить, кто будет финансировать это в полном объеме. Я считаю, что это должно быть все совместно выполняться с Министерством жилищно-коммунального хозяйства, ну, следовательно, с правительством республики Саха-Якутия. Если брать Нюрбинский УЛУС, у меня все время вопрос. Мы дали 55 миллионов рублей в 2013 году на установку семи водоочистных сооружений. Где они? Я не знаю. Ну, если вы не знаете, кто дал деньги. Сегодня общую потребность можем определить только совместно Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики нашей республики. Сегодня спор происходит в источниках этого финансирования. Скажу не то, может быть, но я должен это сказать. Сегодня, если какие-то, ну, условно говоря, штрафные санкции и там возмещение ущерба пойдет, понятно, компания его будет оплачивать. Но это приведет к снижению поступлений бюджета республики. Потому что других источников... Нет, я сразу отвертенно заявляю, потому что... Нет, нет, это не совсем социально. Нет, нет, коллеги, вы... Алексей Павлович, вы ответьте на мой вопрос. Будет ли вообще программа по рекультивации того, что компания нарушила природу, там, выкопала карьеры, создала вот эти всякие дрожные полигоны и тогда хвостохранилище особенно. На каждое из месторождений, на котором сейчас ведется отработка, согласно действующего законодательства, предусмотрено резервирование определенных финансовых средств для проведения рекультивации после завершения отработки месторождения. А это обязательный этап. После того, как будет все завершено, будет проведена рекультивация. Почему в свое время вы, как грамотные экономисты, грамотные финансисты, не могли распределить свои риски? Вы ведете хозяйственное настояние на очень рискованном участке земли. И мы поняли сейчас, что оказывается, мы ни от чего не застрахованы. Ни от чего мы не застрахованы. Обещали, что будут ставить водоочистные сооружения. В какие-то села уже поставили, а в селе Величан до сих пор нет. То есть люди, которые себе не могут позволить чистую воду, они до сих пор уже пьют эту грязную воду. Подрядчик все еще до сих пор эти трубы еще не проложил. Но ведь дело в том, что АЛРОС обещала поставить станции. И независимо от работы этих подрядчиков, эта станция должна была уже стоять. Коллеги, АЛРОСа, эти мероприятия сейчас уже согласованы с Министерством жилищно-коммунального хозяйства. И Министерство жилищно-коммунального хозяйства эту работу ведет, а компания должна оплатить. Вот такой подход. Я считаю, что нужна именно эта программа. Тогда вот эти вопросы, когда что будет, благодаря этой программе будут сняты. У меня вопрос, когда эта программа будет готова, чтобы мы ответили людям, когда конкретно какие мероприятия пройдут. По Величану то, что сейчас проводятся мероприятия, это те решения, которые приняты администрации до этого случая. То есть те мероприятия, которые сейчас проводятся именно в Величан, по установке ВОЗ и так далее, это за счет средств администрации и те решения, которые приняты до вот этих мероприятий. На сегодня потребности по установке Величан его нет. Администрация заказала установку лодочной станции, и, соответственно, на этот вопрос министерство ЖКХ не сможет ответить. Это очень-очень удобная позиция футбола на уровне муниципалитета. То, что случилась такая ситуация, это техногенная или природная? Вы на это вопрос ответьте, пожалуйста. Мы считаем, что это природная, показывали, какой объем. Так, ладно, это во-первых, тогда понятно. Были большие осадки, получается, да? Да. Были. Есть водохранилище вирусское, да? Так? Набраски. Согласны? Да. Да. А какой сброс воды был с вирусского водохранилища именно в это время? Если были большие осадки, то должен был быть, естественно, сброс воды с вирусского водохранилища. Так ведь? Коллеги, я по вирусскому водохранилищу сейчас ответить не могу. Почему? Вот у вас же есть данные по гидрометеослужбе, которые были большие осадки. Да, мы... Да. А большие осадки вы взяли именно с реки Ирелях или в общем Миринского улуса, в котором находится водохранилище Вилюйское? О, не могу не ответить сейчас. Даже после того, когда все, все дамбы были разрушены, также в новостях, в средствах массовой информации вы, наверное, видели и слышали, да? Что перед Малой Батубьей на переправе в течение 7 дней вода стояла. Уровень воды поднялся более 2 метров. И она стояла. Это говорит о том, что даже русло реки Малой Батубьей не было предназначено под такой объем поступаемой воды. Сахалы только и дамка рюкань. Николай Фанасьев, вернее Вилюйский. Да, Николай, смотрите, 19 августа произошло разрушение дамб. Да. С 19 августа. Ну, я-то понимаю, да, а где данные с водохранилища, с Вилюйского, когда был сброс воды? Хорошо. Если это природная катастрофа, да, я вот понимаю, там тоже с Вилюйского водохранилища должен был быть сброс воды, да. На данный момент... А где данные этих... Вот, это получается, вы что-то уже от темните получается, как я могу понять. Давайте тоже, так же для понимания, объясню, где находится Вилюйский гидроузел. Водохранилище Вилюйского гидроузла находится рядом с городом Мирным, а водохранилище ГЭС находится в стороне светлого. Да. И эти данные, к сожалению, мы не сопоставили, если надо будет... Вот, надо было сопоставить. Слышали выступление депутата Государственной Думы Федоца Семеновича Тумусова, где он сказал предположительно три версии аварии. Это сброс с дачного этого, аномальные осадки. И третья, как бы, версия, это то, что было передвижение драги. То есть, аномалии уже начались за неделю, и получается, в то же время один человек уже погиб. А через неделю погибли еще восемь человек. То есть, получается, после начала первых вот таких движений вы ничего не предприняли, и, получается, в итоге потеряли еще больше человек. О том, что вода со одна карьера пойдет, конечно, тут спрогнозировать никто не мог. Я хочу поддержать молодого человека, который говорил о том, что не такие уж, так сказать, алросы белые и пушистые, что во всем виновата природа. Дело в том, что такие техногенные объекты рассчитываются, и мы знаем, что электростанции, например, атомные, рассчитываются на 12-балльное землетрясение. Может, его и в тысячи лет не будет, но расчет, только я от вас услышал, в декабре будет решение принято. То есть, значит, сейчас никакой концепции, никакого конкретных сейчас решений, как именно предотвратить весной повторение этой трагедии, пока нет. Но как огорчило, что действительно никто из первых лиц, все-таки это общественная палата Российской Федерации и Народный фронт, который возглавляет президент страны. Никто не явился. Мы такие все, князья стали. Но это трагедия, это общенародная трагедия. Надо было прийти и найти время. Мы все понимаем, да, все-таки все зависит от денег. Он правильно остановился, но между тем и есть и экология. Дело в том, что 25 мая Министерство экологии после подготовки поступивших материалов от алмазной компании, он преподнесли пакет документов к нам. У нас было 4 замечания. Мы его возвратили в Министерство экологии. С 1 августа начинается нерезь рыбы, поэтому рыболовство мы опять же дали отказ. Но после этого уже 19-го, то, что произошло, сегодня мы обсуждаем. Вот видите, 201-я драга вот стоит, где кружочком показано. В начале, значит, промывочного сезона он вот тут стоял. И вот они хотели у нас получить у предохранных органов разрешение на передислокацию драги. Технология перехода драги. Трех-пятиэтажных зданий. Очень крупный корабль, которого они должны перетачить сюда. Чтобы его, значит, перевезти с одного горного месторождения в другое, есть алгоритм. Вот такую махину таскать, там делается канал, его пересаживают, там добавляется вода, чуть поднимается. И потом его, значит, лебедками завивают сваю, туда закрепляют лебедки, ее ташат. В течение одной месяца, вот видите, а это вот снимок августа, 29 августа. После того, как вот все произошло, вот видите, он стоит уже на том месте. В другом. Вот. А это вот около дамы, вот где желтым написано, номер 2, да, как он прошел, проходка. Вот. Он работает копшом, помогает, видимо, и вот он прошел, и вон туда он перешел. Перешел он через Урусово-Твоящий канал, которому мы до сегодняшнего дня не дали разрешения. Это говорит о том, что алмазная компания без разрешительного документа произвел передислокацию, значит, драги. Что делается для перетаскивания драги? Перекрывается Урусово-Твоящий канал. Вот. Двух местах. Семнадцатого, вот уже начался дождь. Вот спрашивали насчет дождя, да, я хотел бы уточнить. Дождь был, и река, так сказать, посеян маленький, но, вот видите, да, достаточно большой объем воды, который должен был пройти через полигоны дрожные, через Урусово-Твоящий канал. Стоит другой вопрос. А мог ли вообще, Урусово-Твоящий канал смог ли, если он был открытым, пропустить? Если все было бы открыто, если не занимались бы без разрешения передислокации драги, может быть, прошло. Урусово-Твоящий канал был открыт, и в алгоритме передислокации драги с одного месторождения в другой, если была учтена технология передислокации, вот открытием, закрыванием вовремя или отводом у Уруса в другом месте, может быть, такое не произошло. Пока не пройдет реконструкция нормальная, такое произойдет. Когда произойдет, неизвестно. Вот нашей бытности после 2000 года ни разу не было. Где стрелками показано, вот видите, драга вон, он перетаскиван, вон стоит. Урок еще не закрыт. Ровно в те дни как раз они занимались перетаскиванием. Или они не успели. Это есть. Тут даже отказать нельзя. Дело в том, что Иннокентий Михайлович, возможно, то есть какую-то тему недоговаривает. Ведь мы в большинстве своем, обращаясь в контролирующую организацию Министерства в настоящий момент экологии за получением разрешительных документов, обращаемся по принципу одного окна. Меня на самом деле очень сильно возмущает. Почему же со своей стороны, когда получение разрешения в Росрыболовстве находится в функционале Министерства экологии, вменяют Алросе? Я не понимаю. Поэтому с точки зрения надзорных органов, все мероприятия ведутся. Если какие-то компании нарушила законы, нас за это привлекут. Но мне бы хотелось, чтобы со стороны надзорных органов был определенный конструктивный разговор. И к нам, как природопользователям, когда мы обращаемся, чтобы хотя бы шли навстречу. Не совсем понравилась позиция алмазной компании, которая сказала, в зависимости от суммы штрафа, та же сумма будет направлена на ликвидацию экологических последствий, скажем так. То есть, на самом деле, факт, что авария произошла по вине алмазной компании, я думаю, 100% практически. Если она произошла по вине алмазной компании, алмазная компания должна оплатить это все. Мы не хотим вас шельмовать или что. Мы хотим конструктивный диалог для того, чтобы проблемы и с Унтарской, и с водой, и вообще системные проблемы были решены. На самом деле, вот такие аварии, такие переливы воды и так далее, это происходит в течение более полувека. Ежегодно мы, с Унтарцы и другие районы, которые живут в бассейне реки Вилюй, знаем, что в весной период половодия и в осенний ледостав у нас всегда сбрасываются грязные воды. Это не природные изверженные частицы, это очень такая явно техногенная грязная вода. Вот недавно, буквально позавчера, опять из Сунтара поступили к нам сообщение, что по льду идет желтая вода. Вот сегодня был задан очень резонный вопрос, да, когда компания все-таки будет производить рекультивацию этих объектов, которые были использованы в производстве. Мы были на хвостохранилище, были на дрожном полигоне, столько воды, нам объясняют, что эта вода используется с момента начала работы драг. Полвека, я никак не могу поверить, что полвека в этих дрожных полигонах используется одна и та же вода. Вы говорите, что используется липкостная сепарация. Какие такие элементы используются в этих? Я полагаю, что там не животные жиры, а какие-то химические соединения явно используются. И они все сбрасываются в этот дрожный полигон, который потом, в любом случае, эта вода уходит в реки. Или какие-то подземные у нас есть, все равно сообщающиеся русла, подземные воды. Технические воды, они попадают неизбежно в реку. В 60-м году поехала работа с Сунтары. Двух наслега, Чочунский и Садынский. И потом разговор шел, что у нас будет море в Мирском, будет добываться алмазы. И отсюда мы будем брать бюджет, финансирование будет. Но этот красивый камень унесло наших коллег на ту сторону. Значит, умерли. Вот моя тетя из Мирного, она болеет раком. Она сейчас на Свердлован в онкологическом лечится. Мое первое предложение – изучить статистику раковых заболеваний. Да, есть, это правда. По республике, по сравнению с другими районами. Закон о метрах подлежит изменению, так как он скоро уже будет написан кровью тех жителей, которые проживают на данных местностях. Загрязнение, техногенное загрязнение, все вы знаете, что прежде всего отзывается раковым заболеванием. И в этом направлении, очень глубоко, в медицинском направлении работали наши ученые, наши учителя. Пальмира Георгиевна Петрова, Владимир Гривошапкин. А где их труды? Вот сегодня Алексей Прокопич сказал, что ликвидация последствий всех этих техногенных аварий будет производиться за счет народа, за счет населения. Компания спасает свои доходы. Почему штрафные санкции будут оплачиваться за счет тех процентов, которые положены населению вилюйских районах, как хозяевам земли, на которые компания производит свои работы. За счет прибыли компания должна делать отчисления. А вы собираетесь это делать за счет населения, спасая свои сверхприбыли? Такого не должно быть. Может быть меня неправильно поняли. Я говорю о том, что любые затраты компании – это снижение его прибыли. Вот есть такое, да? Есть. Потому что затраты увеличиваются. Вместе с компанией, а не... Нет, согласен. А платежи, ну, закон такой, все дивиденды от прибыли идут. Об этом речь идет. Никто не хочет, чтобы там за счет чего-то кто-то оплачивал. Понятно, эта компания будет оплачивать, но тем или иным способом. Проверки внеплановые были проведены управлением Росприроднадзора по Республике Схайкутия, Министерством экологии и природопользования лесного хозяйства Республик Схайкутия. Кроме того, по требованию прокуратуры Республики, также внеплановая проверка на предмет отнесения данных дражных полигонов к гидротехническим сооружениям. У Ростехнадзора имеется, нет? Представитель. Где он, где он? Вы приглашали Ростехнадзора, они не пришли, что ли, опять? Видите, люди игнорируют. Проведена проверка исполнения акционерной компании и требования Федерального закона о безопасности гидротехнических сооружений. То есть на сегодняшний день данные дамбы... Но мы в курсе, что они дали срок до февраля 2019 года поставить эти дамбы на учет. Это будет сделано? Вы как прокуратура должны будить от имени государства? По данному факту контролирующим органам выдано предписание о возложении обязанностей устранить данное нарушение. А по факту передвижения Драги, то, что здесь очень наглядно объяснили, будет ли это предметом расследования природоохранной прокуратуры? Данная информация к нам поступила официально, да. Мы информацию передали управлению Ростехнадзора. На сегодняшний день возбуждено адмиссиное дело. А когда примерно это сроки принятия решения и так далее? Ну, на данной стадии расследуется угол дела, сроки еще не стекли. Я вот сейчас непосредственно общаюсь с жителями Крестях, Нахара, Вильчар. Значит, там люди оттуда пишут, что, несмотря на то, что у них работают очистительные станции, но они не могут приобрести воду из-за того, что она очень дорогая. Очистительная станция еще в работу не вошла. Там кот ломает ноги из-за этих канав. Вот, несмотря на то, что Алроса вот сейчас прекрасно расписывает, как они все это дело владели, люди лишены законных прав употребления чистой воды. Наряду с нами имеются также и городские районные прокуроры. По обеспечению питьевой водой проверки, соответствующие, были проведены в текущем году. Я позвонила Соловьева Анна Фанасьевна по поводу моего письма и говорит, что ответ поступил только не мне, а Соловьевой Анне Фанасьевне. И там было написано, что по письму бы ему 2 октября приезжала прокуратура, но с населением не разговаривал, население не знало. Как это происходит? Завтра напишите, у нас можно даже через интернет-приемную жалобу написать прокурору республики, где они регистрируются и проводятся служебные проверки в отношении тех нерадивых сотрудников. Собирается ли предприятие охранная прокуратура завести уголовное дело в отношении АКО «Авроса» по части аварий? На сегодняшний день имеется материал уголовного дела в Управлении Следственного комитета Российской Федерации по республике и обыкновению именно по дислокации в Мирном. По нему проводится комплекс следственных мероприятий, поскольку более подробную информацию проводимых по уголовному делу, можно получить прокурора Владомирного либо в Следственном комитете. В ходе проверки мы осмотрели все объекты по месторождению Релях и Горная. И также были отобраны пробы воды с реки Вилюй. В пробах воды были установлены превышения по взвешенным веществам 10,1 раз, по железу общего 2,5 раза, по беге 5,6 раз. Тем самым акционерной кампании были нарушены требования к охране водных объектов, установленные Водным кодексом Российской Федерации. Также в рамках геологического надзора был установлен факт отклонения от проектных показателей на месторождении Релях. Также за указанные нарушения управлением были возбуждены административные дела в соответствии с кодексом Российской Федерации. В настоящее время на акционерную кампанию наложены административные штрафы на общую сумму 640 тысяч рублей. То есть на юридических лица по 300 тысяч и 40 тысяч на должностные лица. Здесь я отмечу, что вне установленных станций мы не имеем права налагать административное наказание. В претензионном порядке предъявлен акционерной кампании для добровольного возмещения. В случае отказа вред будет подан иск в суд. В заседании комиссии территориального органа Роснедра было рассмотрено вопрос о досрочном прекращении права лицензии на право пользования недрами. И акционерной кампании Лоросов были выданы уведомления о досрочном прекращении пользования недрами в случае не устранения нарушений в течение 12 месяцев со дня получения. То, что без разрешения контролирующих органов перевели драгу, вот из-за этого случилась авария, то какие санкции вообще могут быть применены и будет ли возбуждено отдельное уголовное дело? Я вот в своем выступлении отметил, по данной информации мы получили с Ленского бассейнного водонаправления и с предохранной прокуратуры материалы по перемещению драги. И по данному делу уже возбуждено административное дело. Санкции предусмотрены по статье 76 там 50 тысяч на юридическое лицо. То, что вы до этого озвучивали 22,1 миллиард рублей, вы это согласовали со своим головным офисом? И то, что вы подсчитали по реке Вилюй, это понятно, а как же река Лена? То есть, получается, все вещества, все вот эти вот тяжелые металлы, химические вещества, они полностью прошли через Вилюй, через Лену и как бы попали в полярный круг. Данный размер гряда, он находится на сегодня на согласовании с центральным аппаратом. Это только Вилюй? Он ищет. По реке Вилюй, да. По реке Вилюй проверка была проведена на основании требований предохранной прокуратуры, конкретно по реке Вилюй. На октябрьском собрании вы говорили, что 5 ноября должны были согласовать эту сумму, 22 миллиарда. Почему до сих пор не согласовано? И почему полярный в полярный в Швеции не подсчитан? Оно находится в центральном аппарате Роспреднадзора, в городе Москва. На сегодня проходит процедуру согласования. На сегодня нету. То есть, есть определенный регламент. А когда сроки согласования? Это мы надеялись ориентировочно, что к числу 5 ноября нам согласуют. Но, к сожалению, на сегодняшний день этого не произошло. Но он будет согласован. Кстати, у меня тогда обращение к природоохранной прокуратуре. Вы дайте им предписание, чтобы реку Лена тоже посмотрели все-таки. Река федеральная, значит эти деньги федеральные бюджеты идут? Нет, нет. Есть бюджетный кодекс за Российской Федерацией. Согласно данного закона, все средства, которые по ущербу окружающей среде, они вносятся в местные бюджеты. То есть, в бюджеты муниципальных образований. Ни республиканские, ни федеральные бюджеты не поступают. По четвертому пункту, здесь у вас на слайде написано, акционерной компании выдано уведомление об срочном прекращении пользования недрами. Я так понимаю, это по статье 20 ФСЗ о недрах выслано уведомление? Законом о недрах предусмотрены требования, согласно которым рассматривается вопрос о подозрочном прекращении. Есть ли там предписания, которые вы выдали, природоохранные мероприятия? Также есть ли там пункты по укрепительным работам, которые необходимо провести? И еще я знаю гидротехнические сооружения. По сообщению Ростехнадзора в октябре было в совещании, что нет их в списке, в едином списке. Предписания нами выданы в части соблюдения требований водного законодательства. Там предусматривается содержание предписания в части разработки планов и мероприятий и в части геологического надзора. Возможно ли при остановлении деятельности, в смысле лицензии на участках Горной и Ирилях по факту создания угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан? Именно по этому факту. Незамедлительно, не дождаясь 12-мисячного периода. Сегодня вообще законодательство настолько изменилось, поэтому законы защищают, ну так сказать, бизнес конкретно. Поэтому контролирующие органы просто так по любым обращениям не могут зайти на территорию юридического лица. Скажем, вот мои права нарушены. Я не могу пить воду, я не могу купаться, я не могу рыбать. Мои личные права нарушены. Вот иметь право, как потребитель, любой гражданин, обратиться в суд на компанию «Алрос». Конечно, в рамках гражданского коллекса. Пробу вы взяли с поверхности воды или донную? Ну, это с поверхности воды. Вот надо было донную тоже взять, потому что вот вода плывет, и оно все время заседает. У нас, к сожалению, методика отбора проб не предусматривает отбор донных отложений. Донные отложения не входят в перечень лабораторных исследований, по качеству воды на соответствии требований санитарных гигиенических нормативов. Мы отбираем на глубине максимум 2,5 метра от поверхности воды. Там лимба плавает, там тоже... Ну, методика такая, я вам говорю. Я главный государственный санитарный врач по республике Саха-Якутия, которая с первых дней организовала работу по организации обеспечения безопасного питьевого водоснабжения. По реке Вилюи вы анализы взяли, да? А в Жиганске и внизу по течению Лены будут ли взяты анализы? И, может быть, вы уже взяли, потому что ваш заместитель проходил, и мы ей это посоветовали. Вы взяли в Жиганске, например, анализы, люди же... Я сейчас не готова ответить по Жиганскому району. А когда вы все готовы, если мы вашему заместителю говорили, что в Жиганске и в райопопрещение тоже... Ну, уважаемые участники совещания, вы, пожалуйста, вообще относитесь, пожалуйста, с уважением к службам. И вот хохот, который вы сегодня здесь делаете... Ну, почему вот такая реакция и хохот идет? Ну, что это вот такое? Не, вы меня измените, в Жиганске тоже граждане наши... Александр Витальевич, если вы делаете сегодня мне официальный запрос, завтра я в письменной форме вам тогда предоставлю. Качество воды я не в курсе, но вы, пожалуйста, извините, что я не знаю, что вас завести, как с вами обсуждать. Уважаемые контролирующие органы, вы являетесь государственными людьми. Значит, вы получаете зарплату от бюджета, значит, из народного кармана. Так что, будьте добры, не обижайтесь и на все вопросы дайте четкие ответы. Заместители сказали, что нужно по Жиганску сделать анализ. А она до вас не довела. Значит, давайте будете добры и выголадовать. Или что, это же жизнь людей, здоровье людей. Али, может, я ошибаюсь? Или я не вас лично как-то говорю? Это ваше обязанность? В отношении моего заместителя я приму меры, какие я должна буду принять. Это внутренняя мера. Валерий Алексеевич, ну, мне так же надо вот общаться с вами. В районе села Жиганск лабораторные анализы я вам предоставлю завтра же. А как себя вести культурно, когда вот факты разнятся, вот на лицо мы сегодня видели, да? Очень много замечаний про то, что там, что за эмоции, а сколько можно молчать? Есть ли производственная программа по контролю качества воды Алроса, утвержденная Роспотребнадзором, главным врачом? Это требование законов об охране окружающей среды. У них обязательно должна быть такая производственная программа по контролю качества воды. Должны быть поквартально отобраны все воды у них на рудниках, у них в месторождениях. Проводится, есть ли такая программа утвержденная, и с вами совместно проводится отбор и проб. Где-то можно увидеть анализ. Спасибо. Она согласовывается с управлением Роспотребнадзора. Такая программа у них имеется. По этой программе они делают лабораторные анализы, в том числе воды. По итогам независимой лаборатории, например, Московской, СанПИН, по рыбохозяйственным параметрам превышает ПДК в несколько раз. Если рыбу нельзя в такой воде содержать, можно ли эту воду пить людям, детям? Никогда наши с вами предки с реки Лена ни кипяченую воду не пили, правильно? Алюминий. Норматив по СанПИНу для воды, для питьевых целей людей не более 0,2. А для по рыбохозяйственным нормативам 0,4. Вот почему я глава муниципальных образований и дала рекомендации населению всему объявить. Наберите лед в этом году, разрешите населению не с реки Вилюй, где сейчас может быть еще желтая вода пойти. Потому что в октябре, в ноябре каждый год по сезону она там желтеет вода. Взвешенные вещества, да, цветность, мутность каждый год бывает на реке Вилюй такая. Поэтому я сказала, набирайте лед в озерах, в альтернативных источниках, откуда вам эту воду летом и подвозили. Независимые результаты показывают, что на глубине содержится очень много металлов на сих пор. И в деревнях, когда водовозка отбирает воду, они просто бросают шланг воды, и как бы вода отбирается именно со дна. И как вы можете это прокомментировать, когда получается, люди пьют отравленную воду для сих пор? Конечно, конечно. И то, что вы все говорите про водоочистные станции, они тоже отбирают воду со дна. Не с поверхности, именно со дна. Во-первых, с чего вы взяли, что водоочистные станции, вода набирается с реки Вилюй сейчас? А когда? А когда? Вот послушайте, в самом начале, когда пошла грязная вода, когда вот эта аварийная ситуация была в августе месяце, до конца сентября, на водоочистные станции все, всех четырех районов, существующих, в том числе, в первую очередь, в Сунтарском районе, в 12 водоочистных станций, привозили воду с альтернативных источников, с озер. По моему предписанию. 20 сентября вы озвучивали то, что вода... 20 сентября, по-моему. 20 сентября. Вы озвучивали то, что вода, речная вода питьевая, можно пить? А вы сейчас говорите, что можно, надо пить с альтернативных источников. Официальная информация была озвучена вами. Как вы можете все это оспаривать? Ну вот, послушайте меня, население. Вы бы хоть в Сунтарах или в любом населенном пункте подошли бы к моему начальнику территориального отдела и сказали бы, мы там добровольно решили собрать деньги и отправить пробы воды в Москву. На что вы хотите? Вы хотите для рыб? Будет рыба в реке Вилюй или нет? Узнать, какая вода, качество. Либо же для населения. Тогда мы бы вам посоветовали аккредитованную лабораторию одну и другую. Конечно, мне тоже вот интересно, вообще будет рыба там или не будет? Карась будет или нет? Будет в протоколе внесен эта марха-река, как тоже пострадавшая. Она пострадала, ну, 60-го года. Неоднократно. Да, неоднократно. Река-марха тоже загрязненная. Очень приятно. Хорошо, обязательно, спасибо. Корректируется проектное решение и также проведены специалистами компании обследования других гидротехнических сооружений. По ним, в принципе, состояние у нас удовлетворительное. Специалист-мирзотовец сказал, что все дамбы Якутии находятся под угрозой из-за того, что идет подтаивание грунтов. Они являются гидротехническим сооружением первого класса. Они подконтрольны Ростехнадзору, поэтому есть определенные требования и по введению мониторинга за состоянием тела дамбы. В результате облета, ну, я скажу свое мнение, да, сами сооружения сделаны из грунта, да, и хотелось бы, чтобы все-таки не нужны очистные сооружения по глубокому обеззараживанию воды, современные луны, чтобы в реке все-таки спускали уже очищенную воду без примеси песка и глины. Невзирая на аварию прошлого года, этого года, у вас резко выросли дивиденды. Ну, резко выросла прибыль, ну, этого мы поздравляем, да, но резко растут дивиденды. Но самое интересное то, что на акционерном собрании этого года, то есть было принято решение 100% всей прибыли компании направить на дивиденды. Из 240 миллиардов накопленной прибыли также были направлены на дивиденды. И у общественности возникает вопрос, что компания, возможно, занимается самоедством. Астин Сергеевич говорил, что в нашем бюджете появилась большая дыра, размер которой, минимальный размер которого, 15 миллиардов рублей. Поэтому, в том числе и учитывая позицию республики, в целом, все дивиденды, которые в будущих платежей были передвинуты на полгода ближе. В итоге, в результате, республика сегодня получила 13,5 миллиардов рублей больше, чем запланированного. Кто-нибудь знает площадь водозабора этого Ерелакского водохранилища? Потому что это 82 миллиметра, это вот такая вот толщина воды. Всего-навсего. От этого площади, да, зависит высота дамбы. Если высота дамбы известна, то прочность дамбы сколько можно сделать. А вот это, мы всегда спорили по площадь добора этого водохранилища. Они вот неправильно всегда считают, и поэтому товар изгустилась, по-моему. Все сооружения гидротехнические, включая руслатоводной канал, были рассчитаны на объем осадков 55 миллиметров в сутки. Это тот объем воды, который мог раз в сто лет выпасть в этот период. В дополнение к техническому проекту 2013 года у вас прописано, что осадки, которые предусмотрены по данному месторождению, максимально составляют 80 миллиметров в сутки. Откуда взялась цифра 52? Это ваше дополнение к вашему техническому проекту. Я говорю про проект 2014 года. Я говорю про проект 2014 года по дополнению к вашему техническому проекту. Максимальная сумма осадков 80 миллиметров в сутки. Поэтому давайте не будем вводить людей в заблуждение. Мы никого не вводим, давайте по проектным решениям. И по поводу объема дачного озера. Вот заодно вопрос задается. Вы говорите о том, что очень большой водоприток пошел вот с этого безымянного озера на месторождение Таборной. Министерство экологии заказывало в независимой кадастровой компании проведена оценка объема 170 тысяч кубов. Не 5 миллионов и не 2 миллиона. Никто не говорит, что это 5 миллионов было. Господин Черепнов озвучивал 2 миллиона. 170 тысяч это официальное заключение, которое дала кадастровая аккредитованная организация. Вы можете представить, потому что наши службы маршетерские только так же выезжали на территорию, все это замеряли. Объем там в районе 900 тысяч кубов. Ну вот сейчас в судебном порядке, я думаю, что эти вопросы будут решаться. По поводу 80 миллиметров я все-таки вас попрошу. Вы ответственное лицо, поднимите дополнение к техническому проекту и прекратите вводить людей в заблуждение. Мы никого не вводим. Так много вопросов у общественности скопилось, у простых жителей республики. Видимо не все прозрачно, не все вы вовремя информируете. Это все из-за чего происходит? Из-за недостаточного информирования о деятельности компании. Если мы говорим, что компания это так же и республиканская компания, жители республики имеют право знать. Будьте так добры, расширьте свое информационное покрытие республики. Мы предлагаем в будущем году перед вашим традиционным хозяйственным активом провести научно-практическую конференцию с приглашением наших ученых и общественников. Велюсь как группы районов, потому что умные люди в районах тоже есть, я вас уверяю. Сегодня непонятно, то ли очистные сооружения строить надо, то ли это. Знаете, пора приступить к созданию конкретной программы конкретными сроками. Вот я хочу вам предложить, или кто тут у вас, чтобы в разрезе по каждому УЛУСу до конца года был четкий план действий. Вот что людям надо. Мы все заложники оказались в этой ситуации. Создадим такую трехстороннюю комиссию с представителями этого экологического совета, правительства и вот именно забывающих компаний. И будем по каким-то судьбоносным вопросам такие тройственные соглашения заключать. И будем реализовывать законы нашей республики о ответственном недропользовании, об этнологической. Вот тогда они и заработают. Нам никто не должен говорить, что на федеральном уровне таких законов нет. Вы тут у себя сочините, какие хотите, а мы с этим считаться не будем. Многие недропользователи такую позицию занимают, правильно? По переводу драги тема возникала, да? Прямой вопрос задать. Да, тут Александр Витальевич, если честно, слушая это выступление Иннокентия Михайловича, я немного был удивлен. Потому что все четыре необходимых разрешения у нас были. И то те слайды, которые тоже представлены были, о том, что драга переходила несогласованно, это не так. Она переходила, еще раз повторюсь, все разрешения у нас были. И в том тоже фото, на котором видно, что русла от водой, канал дамба не была сформирована. Это тоже на тот момент, когда она уже перешла, дамба была восстановлена. Но из-за того, что когда большой объем поток воды прошел, он также задел эту дамбу. Но вы признаете, что когда вы переводили драгу, чуть-чуть не рассчитали, и дамба из-за этого, и это? Нет, нет. И касаемо русла от водных каналов, они не были закрыты. Но по срокам-то вроде совпадает. Это же любой человек... Драга перешла 19 августа. И это все задокументировано. Все нужны... Но авария была 19 августа, 18 августа была авария на Таборном. И в августе, и в мае, вы говорите, все разрешительные были. Кто дал так? Кто дал? Сейчас. Специалист по направлению, да, Ивана Соси Владимировна. У компании «Алроса» именно на месторождении отработки реляхской «Россы» было 4 документа. 2 решения и 2 договора водопользования. В части рассмотрения вопросов, связанных именно с получением решения, это домоглубительные работы и изменения береговой линии, мы обращались в Министерство экологии. И там по устным, как бы предварительным переговорам, как раз нам сказали, что мы со своей стороны данный вопрос рассмотрим, и вам будет дан официальный ответ, нужно либо не нужно. Ну, соответственно, то есть, как бы все последующие уже меры вы видели. Иннокентий Михайлович все разложил. Так, разрешения не было. Разрешения было или не было? Официально. Решения были все. Все разрешительные документы. Иннокентий Михайлович, пожалуйста. Ну, понимаете ли, вы прямо вот с трибуны, да, черные-белые говорите. Ну, у вас не было. Не было. Был отказ официальный. Вот же замминистра сидит, первый заместитель. Как можно... От вас пакет документов был, он был отказан. И решение, дополнение соглашения, договор, вступает в силу после установления в Государственном водном реестре. Это почитайте еще раз. Иннокентий Михайлович, у нас вопрос. По каким основаниям нам было отказано? Понимаете, вот... Это другой вопрос. У вас... Это вообще другой вопрос. Это вот отказ, да, мотивировка, это уже другой вопрос. Там это все есть. Общально все расписано. Если вот вы прямо стоя на трибуне, да, людям говорите, что нету, это вообще я не знаю. И вот молодых людей уже к этому и учите. Это вообще... Ведутся все надзорные мероприятия. Если мы в чем-то не правы, все будет рассмотрено и людям уже будет доведено. Простые открытые источники для населения показывают, что, в принципе, 17-е и 18-е, ну, 16-е чуть-чуть было. Вот изображение в виде облака небольших. По крайней мере, в этой справке написано 45 миллиметров и был сильный дождь. Но не очень сильный дождь. Есть такая градация. Значит, теперь вот эта карта была на заседании 27-го августа, где присутствовали все предохранные структуры. Вот это дачная дамба, которую вы все видели. Вот поближе. Ну, если так посчитать, я вот просто взял в открытом источнике гугл планеты Земля. Это максимально 600 тысяч метров кубичек. Никакие, ни 2 миллиона, ни так далее. Это просто очень такой беглый просмотр. Ну, вот если говорят независимые 100-7 тысяч метров кубички, значит, это, видимо, столько и было. 29 августа, вот смотрите, есть прорывы, вот я что-то показал, да? Это то, что видно явно, что-то задействовано рядом с драгонами. Идем дальше. 26 мая 2018 года все прекрасно, да? Ничего не предвещает, ничего страшного. 13-й год, 21 февраля. Мне кажется, здесь видно, что нормальное состояние, да? Вот, 10-й год. Вы заметили разницу? Что происходит? Поменялось совершенно русло. То есть, в принципе, Ирилляское месторождение, где русло, где отвод, где что, там вообще достаточно очень сложно и условно это говорить. Идем дальше. 4-й год, видите, в принципе, они работали вот там уже, в совершенно другом месте. Это, в принципе, технологический процесс. Наверное, разрешение получали. Историю, возможно, надо поднять, посмотреть. Ну и получается, причина, незаконный переход, одна из причин, потому что был отказ. Ну, вы слышали здесь, в принципе, отказ, отказ. Ну и какое-то действие было сделано, несмотря на то, что, в принципе, белорусы этого не разрешали. Ну и спутниковая, вот ссылка, пожалуйста, сфотографируйте. Плюс, вы видели, что в июле месяце, несмотря на отказ, компания телевизионная очень радостно говорит, что вот последний год работает, переходит на новое месторождение и так далее. Какие-то дамбы закрывались, перекрывались. Это нужно, конечно, следственные органы установить. Сколько было там свободной емкости, хватало, не хватало. Ну и все, что налицо, налицо. Видно, что технические службы, конкретно Меринского ГОКа, ну, надо было решать производственные задачи. И сейчас, в принципе, их прикрываются юридические службы, экологические, потому что это защита своих интересов. Остатки 45 миллиметров, ну, здесь 45 или 80 надо проверить. Перекрытие руслоотводов, наверное, были. Надо это проверять, чего нет волоса, пока нет совести, потому что они отказываются от всех нарушений. Они отказываются от административных правонарушений, которые они Ростехнадзору, Ростротнадзору. К чему это приводит? Если они сейчас докажут, что они не виноваты в этих административных, то и ущерба они платить не будут. В судебном порядке процесс будет идти долго, потому что вы видите, что люди очень грамотно подошли, все профессиональные отвечают, даже говорят, что у них есть все разрешения. Ну и что, в принципе, обнаглели. Причем это не только они, это наглеет золотари и все потихонечку. Причем малоросса, они еще нам в реальность, Алексей Прокопович подтвердил цифрами, помогает, и 40 с чем-то миллиардов в республику они вносят. Прошло уже почти три месяца, да? Да, к сожалению, водоочистительная система так и не подключена. И там всего три фильтра. Где Ростехнадзор тут есть? Который? Три фильтра. До какого времени хватает этого три фильтра? А? У меня в виде фотофиксация все есть в этой водостанции. Водостанция надлежит муниципальному образованию. Это я прекрасно знаю, потому что если вот эта неподключенная станция всего, оно зависит от всего, всего-то на всего, от 10 тысяч рублей. Вы нас не обвиняйте. По судебе мы по полной заявке решаем. Но сегодня вот выясняется, вот завтра с утра я буду разбираться. Почему так произошло? Хорошо. Если мы пытаемся строить правовое государство, почему компания только на том основании, что она участвует в социальных программах, платит налоги, должен уйти от ответственности? Общественность республики не пытается просто сделать виновной компанией. Оно хочет решить длящиеся уже полгода тщательно скрываемые проблемы. Пришло время их решать. Так давайте не изугублять ситуацию, а решать его мирным и справедливым путем. Если Алроса не в состоянии дать гарантии, что в дальнейшем Ириляхская драга не будет загрязнять воду, стоит поднять по закрытию фабрики. Спасибо. От компании Алроса мы требуем, чтобы они признали свою вину. Подвести ущерб, причемленный реком Вилюй, Елена, Речка, Ирилях и Матеря-Потобия, всей водной живности. И ущерб, который причемлен здоровью людей, проживающих в бассейнах данных рек. Поэтому мы от Алроса требуем, чтобы они во всех этих населенных пунктах начали устанавливать биологические очистные сооружения, потому что те очистные сооружения, которые сейчас стоят, насколько я знаю, они не улавливают тяжелые металлы и химические вещества. Помимо этого требуем, чтобы вместе с такими биологическими очистными сооружениями начали устанавливать водопроводные системы в каждом населенном пункте. Подключили к этой системе каждый дом и каждую квартиру, чтобы людям, людей обеспечить бесплатной и доступной водой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Уважаемый Владимир Владимирович, активисты Общероссийского народного фронта Республики Сахая-Якутия, Общественная палата Республики Сахая-Якутия совместно с членами Общественного экологического совета при Минэкологии Республики провели серию заседаний с участием контрольных органов Алроса властей региона и общественности. По их итогам подготовлены следующие предложения, которые мы предлагаем на ваше рассмотрение. Первое. Вернуть регионам право воздействия на горнодобывающие компании при выдаче им лицензии и в договоре по пунктам указать их участие в социально-экономическом развитии, защите экологии, привлечении местных кадров в местах добычи болезненных ископаемых. Второе. Создать особо охраняемую природную территорию бассейн реки Лена. Третье. Обязать горнодобывающие компании выплачивать в качестве экологического сбора не менее 1% от своей выручки регионам, где они добывают полезные ископаемые. Четвертое. Объявить бассейн реки Вилюй зоной напряженной экологической ситуации. Уважаемые друзья, я предлагаю принять данное обращение за основу. Прошу проголосовать. Кто за? Прошу проголосовать. Прошу проголосовать. Продолжение следует...